Сегодня для вас великий исторический день. Преподобный Дионисий Рапагит называет монашество восьмым таинством. И сегодня, по завершении Второй Семьицы Святаго Великого Поста, предстоя пред Богом, вы принесите селево жертву живую, вы дали обещание Богу хранить в чистоте и действенности, с послушанием, с трепетом совершать свое монархское делание, украшая обитель и радуя всех, кто посещает ее. Каждый из вас не один год нес послушание в этом святом месте под покровом Божией Матери. И эти годы были зрением вашим для сегодняшнего дня. Вы осознали, вы созрели, вы принесли обеты, вы заверили, что вы принимаете это как Божие благословения для спасения ваших душ, для утверждения веры и благочестия в ваших сердцах и всех, кто будет приходить и приходит в эту святую обитель. Мы исповедовали немощи свои, мы призывали Божие благословения и дали обещание жить, по-монашески исполнять заповеди Божии, потерпевать искушения, соблазны. И в каждом из вас через святой жизни, через добрые дела должен изобразится Господь наш, Иисус Христос, везде присутствующий и освящающий Своим небесным светом. Монашеская жизнь, подобно розам, которые внешне красивы, а внутри находятся шипы. И в вашей жизни вы не один раз встретитесь с этими шипами, когда дьявол, который искушает подвижников благочестия и хочет повредить их души и жизни, будет искушать и вас, но вы во всем полагаетесь на волю Божию, памятая о том, что Господь является хранителем каждого из нас, а тем более он является монахом и монахинь радости, является утешением от рады и в жизни своей почаще обращайтесь к Божьей Матери, первоинокине мира, которая чистотой и святой всю жизнь, исполнением заповеди Божией, достигла совершенства, превзошла ангелов и стала счастнейшей Керувим и славнейшей без сравнения Серафим, Царица Небесная и Царица Земною, усердной заступницей рода крестьянского. Приветствую вас этим замечательным днём и началом вашего нового монахского подвига, продолжением его. Я желаю, чтобы каждый из вас в трассе Божьем с упованием на милость Божью совершал свой монахский подвиг, украшая свою личность, радуя Господа исполнением заповедей и причисляя себя к лику святых через послушание, через те обеты, которые выдавали сейчас Христу, и Божьи Матери, и Ангели присутствовали, и они в присутствии сегодня. Вы получили новых небесных покровителей, святых мучениц, преподобных, которые будут с вами на страшном пути, и те, когда будете падать, вы вновь вставайте, обращайтесь к Богу при чистой Богородице, и Господь никого не оставит, вопиющих нему динозу. И скорби, принимайте с радостью, и совершайте свое служение с упованием на милость Божией, усерднее особевать ее, духом поменять ее, Господу служите. И пусть благословение Господа, молитвы по крови чистой Богородицы, которая явилась на этом месте для того, чтобы основать здесь обитель, она является ежедневно вашей помощницей, усердной заступницей, Матерью для каждого из вас. К ней обращайтесь за советом, за благословением, за утешением. Она никого не оставит без своей помощи, потому что ее сердце оружию прошло, и она помнит и знает судьбы и скорби матери и слезы. Она, отирая их от очей человеческих, идет вместе с нами на нашем жизненном пути, крестным, тернистым, но спасительным путем освящая дорогу жизни каждого из нас. И пусть, Господь, молитвы ваших небесных покровителей благословит вас на продолжение монархского подвига, на утешение обители, на радость верующему народу, который приходит в эту обиде за благословение. Ваш постик совершилось непростое время, когда вера наша унижается, когда нам хотят представить другую веру. Вы должны быть хранителями этой веры. От вас только зависит молитва на вздыхание. Усердные молитвы должны совершать. Читать Акафисы, Апсалдии и Каноны, являться на сторону без опаздывания, всегда совершая свой подвиг во славу Божию, на радость этой обители и на утешение тех людей, которые приходят к вам за советом, за благословением, для того, чтобы получить здесь радость от скорбей, которые наполняют души и сердца миллионам верующих людей, которые сегодня переживают боль за то, что веру нашу хотят подменить и церковь нам указывает, в какую ходит храм, в каком языком говорить, исповедовать. Все это от лукавого. Помните, храните веру православного Отечества, храните церковное единство и людям говорите, призывайте всех, кто приходит сюда для того, чтобы нам твердости в единстве, а в единстве наша сила. Об этом единстве молился Господь наш Иисус Христос перед своими страданиями, гефсиманией, да все едино будут, как мы, Отче, так, а в Тебе, да и Ти, и в нас едино будут. Это Он молился о всей церкви Своей, и мы верим и знаем, что Церковь Бога жива в столбе утверждения. Не одолеет и врата адовый, и она будет совершать свою надвижненную миссию до скончания века молитвами честных и добрых людей, которые посвятили свою жизнь Богу и которые всегда на жизненном пути возлагают свое упование на Господа, призывая Бога во свидетели. А Господь сказал, призови меня скорби, я услышу Тебя. Призывайте скорби, обращайтесь к Господу, просить помощи Богородице, святых угодников Божьих, мучеников и исповедникам, и обрящайте души на покой и радость, и будете Твой тем украшением для Церкви земной торжествующей, для Церкви боинствующей, для того, чтобы соединиться с Церковью Небесной торжествующей и быть сокрестовым спасителем, являя великую силу божественной любви. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и благословение, и причастие Духа Святого пусть пребывается всеми вами. Что имя Твоей сестра? Варвара. Монахиня, спасайся, Господи. Что имя Твоей сестра? Монахиня, Ангелина. Господи, что имя Твоей сестра? Монахиня, спасайся, Господи. Не забудьте Твоей сестра. Монахиня, спасайся, Господи. Что имя Твоей сестра? Олег, спасайся, Господи. Спасибо.